Всем привет! Меня зовут Ирия Бирман. Я сегодня без доклада, но с неким мастер-классом по фотошопу. У меня не так много времени, поэтому мне придется довольно быстро все делать. И возможно, что вы за чем-то не будете успевать, сидеть. Я буду стараться комментировать все, что происходит, против которого я смысл. Но, тем не менее, возможно, зачем-то вы не успеете. Ну, кажется, у нас в конце будет совсем чуть-чуть времени на вопросы. Но даже если нет, то главная моя цель – это просто показать вам, что есть, что можно, что можно сделать быстро и так далее. Если вы даже не успеете у меня понять, как именно я это сделал, то хотя бы будете знать, что это можно делать. Потому что, по моему мнению, многие люди просто не знают, что есть в фотошопе. Используйте какие-то другие программы, в которых нет никаких вещей. Ради того, чтобы есть какая-нибудь одна вещь, которая, конечно, не будет в фотошопе, а она в нем есть. Вот. Значит, у меня три части. Первая касается просто управления фотошопом. Тут для многих сейчас капитан очевидность будет, но без этого вообще никуда. Здесь вот такая вот панель. А видно курсор выше? Супер. Здесь вот такая панель с разными фотошоповскими инструментами. Она часто уже действует слева. Я люблю, когда все панели с одной стороны, что хотя бы где-то ничего не ограничено. Но это неважно. И некоторые люди в реальном не откликают мышкой. Я такое своими глазами видел. Это невыносимо. То есть все инструменты имеют какую-то букву. Причем, когда выводишь, она пишется. Видите, там, В. Вот эти буквы не нужно знать, но пальцы их знать должны. Вы можете их не помнить, но вы жмете, и у вас включается нужный инструмент. То есть всегда нужен В. Это двигалка. М. Это выделялка. Там, Т. Это текст. Б. Это хисточка. Там, не знаю, что еще. Ну, короче, все буквы, друг, что-то полезные. Еще есть инструменты Эйч. Эйч – это рука для того, чтобы макет двигать. Ну, не знаю, давайте сделать. Какой-нибудь скриншот. Чего-нибудь. Вот. Если у вас рука, то вы теперь его двигаете. Есть С – это что-то излубится. Есть И – это ветка, что-то взять цвет. Вот эти последние три буквы нам, на самом деле, никогда не нужны. Потому что вместо Эйч есть прекрасный пробел. Если вы знаете пробел, то самое большое изменение в вашей жизни принесет пробел. Потому что в любой момент времени, когда вы ждете пробел, какой бы у вас ни был инструмент, он превышается в руку, чтобы что-то куда-то подвинуть. Соответственно, вам вообще никогда не нужно рисовать вещам. Возьмем, например, какое-нибудь цветное усилие. Например, вы что-то хотите здесь порисовать, или что-то здесь, вам нужно менять инструмент. Вы просто, удерживая пробел, подвинули, и потом рисуете в другом месте. То же самое происходит с зумом. Если вы, удерживая пробел, жмете еще и Command, не зная, как это вы берете, то у вас инструмент превращается в лупу. Вы можете куда-нибудь там присоединиться, чтобы там порисовать. Command 1 – это чтобы вернуться в исходный зум. И еще пробел есть суперсвойство. Это его способность скорректировать непоместно начатое действие. Если вы хотите, например, выделить вот эту иконку, и вы начали дыбить, и видите, что вы начали чуть правее, ниже, чем надо, в кончей день начинают заново, на самом деле, нужно нажать пробел, держим пробел, подвинули все вместе, и выделить то, что вам надо. Значит, дальше, ну, еще, я умею нам промеречь руки Z в зуму, еще I – пипетку, когда нужно взять какой-нибудь цвет. Это тоже никогда не нужно, потому что Alt в любой момент превращает, ну, любой рисующий инструмент в кисть пипетку. То есть вы сами кликаете сюда, и теперь рисуете таким цветом, кликаете сюда, и теперь рисуете таким цветом. Учитывая, что у вас есть два цвета, передний и сзади, вы можете, например, там Alt, либо вот сюда, нажать X, чтобы поменять их местами, а Alt кликнуть куда-то сюда, давайте другой цвет. Если у вас в боках есть кисть, вы можете спокойно рисовать там одним, видно, одним цветом, потом другим, просто иксом мы меняем местами, там, где-то пробелы подвинувшись, не знаю, зазумившись, это все, ну, руки должны быть от сами. И размер кисти, естественно, тоже нужно менять, не заходя в минимум настроек кисти, потому что если вы нажимаете Ctrl и Alt одновременно, то в этом режиме, когда вы нажимаете на кнопку мыши, и видите, влево-вправо у вас сменяется размер кисти, видите, теперь она маленькая стала. А если вы в этом режиме двигаете вверх-вниз, вот у меня тут что-то не работает, то там, ну, там вот, если вы видите, всплывает такая строчка, и меняется хардерность, то есть жесткость краев. Можно сделать хардерность 0, когда она вот такая, а можно сделать 100%, когда она вот такая. Вот, мы тоже это все, руки должны знать. И, ну, просто приучите себя, то есть, если у вас кто-то не знает, заставьте себя пару дней, подержавайте кнопки, принадите на кишлет, руки будут знать. Да, ну, и еще вам, наверное, нужно всегда знать, что у вас есть визитная область, то альбак спея свет заливает длинный цвет, а на комбак спея свет заливает задний цвет. Вот, значит, и еще то, что нам всегда нужно, это уметь быстро путешествовать по слоям. Вот, ну, есть панель слоев, да, если вы хотите взять какой-то кусок и сделать из него отдельный слой, по Command J, если вы хотите его именно вырезать, то есть, чтобы в том слое, где он был, этого не осталось, каком-нибудь Shift J, вы можете менять свои места через Command квадратные скобки, вы можете их тратить по списку слоев через Alt квадратные скобки, если вы знаете Alt-Shift квадратные скобки, вы можете выделять разные слои, Command EX, G, V1, это все должно быть делаться руками, ни в коем случае нельзя что-то будет выжить, потому что жизнь короткая. Ну, и еще я говорил про пробел, про пробел будет плюс Command, про Alt, про контроля, но Command любой инструмент превращает в инструмент выбирания слоя по данным ножам, поэтому выбирать нужный слой можно просто кликнуть у него с ножа по Command. Вот это один слой, это другой. Видите, он тут справа набирается. Ну, собственно, да, да, комбинаций клавиш с системой очень много сейчас, там живы какие-то не понадобятся для дальнейших инструментов, но это база, то есть вот просто без этого вообще ничего нельзя, обязательно учите, если вы что-то из этого не знаете. У меня такой вот принцип, что если вы вообще-то мышкой делаете что-то, завтра делали толстая, то вы не правы, то есть мышка должна быть только здесь, и все остальное клавиатурой. Это, ну, немножко не совсем так, то есть я сам с ним настолько создаю, что мы когда-то завязаем, но это то, к чему нужно стремиться. Вот, теперь такая небольшая вторая часть, ну, я довольно редко рисую макеты сам, то есть чаще приходится смотреть какие-то макеты, которые нарисовал кто-то, показывать как надо и отправлять обратно. Все-таки я называю такой режим бинтро-директорства, взять плоскую ПНГ, чтобы что-то там подвинуть и вернуть. И вам очень важно здесь ни в коем случае не брать картинку в слоях, там со всеми подробностями, а уметь быстро все сделать на плоском макете, даже если это получается грубо и примерно. Ну, просто несколько движений, вот есть у нас, например, такая форма. Она, ну, там, не много чего ужасно, вот, но меня не бесит то, что у нее есть обязательные поля, это полное говно, нужно их убрать. И кнопка здесь стоит не на месте, вот, ее поставить на место. Но дальше, ну, то есть это я сейчас просто шепку додавину, дальше мне не нравится, что цитоволки полей вырублены по правому краю. Я хочу вырубить полейого края, как это сделать? Это все не текст, его выравнивать нельзя. Вырубить полейого края вот так. Еще текст не можем вырубникасы сократить, вот так. Все, дизайн готов, можно отдать производство. Ну, в браузер тексты пишет правильность тоже, но нет, не мое дело. И вот, чуть посложнее форма. Она уродская из-за того, что здесь, видите, у полей очень жидкие обуводки, прям черные, пиксельные, страшные, но так делать нельзя. Ну, то есть, сейчас, видите, все очень тоненько рисуют. Надо делать тоненько. Вот. Но как это сделать? То есть, если мы выделяем воля, берем его в отдельный слой, там делаем тоненьким, оно получается тоненько. Я сейчас пожал, что j1, 1 это значит сделать опасность в слое 10%. Вот. Но проблема в том, что если мы это сделаем с одной строчкой, то мы не будем же мы это еще 15 раз сделать. Это очень учительный. Поэтому вопрос в том, как выделить все поля. Если мы сейчас будем, вот так, по очереди выделять, то у меня кончится время, и я не смогу показать все остальное. Поэтому нужно придумать хитрость, как выделить все поля. Я делаю так. Я волшебной палочкой выделяю все кроме полей, нажимаю кончик I, чтобы инвертировать область выделения. Теперь у меня выделены поля, не выделено все остальное, но, к сожалению, выделены еще и заголовки полей. Видите? Ну, вот с зоной выделения. Видно вот так? О, отлично видно. Вот. Ну, а их там надо трогать. Соответственно, что с этим с ним сделать? Ну, очень просто. Мы сначала зону выделения уменьшаем на 6 пикселей, теперь у нас выделены оказываются только внутренности полей, а будут перестали быть выделеными, потому что мы их на 6 пикселей уменьшили, там ничего не осталось. Соответственно, после этого нам нужно, ну, как видите, я минимум пошел как лох, вместо того, чтобы сходить. Вот. Теперь у меня выделены, ну, это просто редко надо, так что, sorry, это обращается. Теперь у меня выделены все поля, и не выделены на заголовки полей. Ну, отлично, тогда теперь я их могу, вот, самое, ой, какого лучше джейма сделать, и сделать их тоненькими. Вот. Тут, правда, теперь постукла проблема, что в паре полей у меня внутренности тоже стали бледными, и эти поля, как раз, что заинтересованы. Ну, окей, сейчас мы два-то более не в одном выделить. Вот, но там какая-то корясть, мы ее сейчас только уберем, и... Получилось, что-то нормально. Вот, теперь форму можно и конструкцию сделать, и более человеческую, оставим поля вправо на заголовок, как делают все тричные ребята, или вот эту строчку приблизиться там, куда ни надо. Вот, если мне не препятствовать снять, что я делал еще, то было бы еще примерно два раза в стиле. Еще часто нам нужно что-то поставить в нужное место, при этом оно не того цвета. Вот, и у меня неспорченный скриншот, и у меня нет интернета, ла-ла-ла. Ладно, сейчас придется сделать неспорченный скриншот. Короче, это просто скриншот, который я сделал на сайте Героид Москва, потому что он у меня был открыт. И там был бы был логотип, такой вот на красном фоне, сейчас я, конечно, его нарисую, потом там был бы такой, белым по красному. И, допустим, мне нужно, а тут вот видите, какая-то слава, я хочу слово TripAdvisor жру, засунуть его сюда, потому что оно было написано белым по красному, а оно, задача, написано на русском по серому. Соответственно, ну, я нажал Backspace, чтобы вырели текущий слой, поэтому у меня слово, говорит, исчезло. Соответственно, я беру вот этот TripAdvisor отсюда, ставлю его сюда, как ты его сделаешь, чтобы он стал белым по красному? Ну, вот так. Ой. Вот, извините, не сразу получилось. Я, как видите, даже к мышке не прикасался, у меня закрыты все панели, я не знаю ничего про цвета, он стал, а вот цвета как мне надо. Что произошло? Значит, если, ну, я там несколько не тех кнопок нажал, нажал, сначала я взял вот это слово, нажал на CommonJ, оно оказалось в отдельном слое. Я это дело подвинул сюда. Значит, тут какая проблема? Оно не того цвета, да? Я нажимаю CommonShiftU, оно становится черно-белым. Я не знаю, как эта функция называется, просто, но CommonShiftU. Вот, то оно черно-белое. Дальше, к сожалению, тут самый темный цвет серый, самый светлый цвет светло-серый, а именно, что оно стало прямо бесконечно черного, бесконечно белого. Есть такая штука, как Levels, которая тебе показывает в инстаграмму, значит, ну, вот как цвета на этой картинке распределены. То есть совсем темных нет, потом есть очень много темно-серого, это наш фон, потом там понемножку всего остального, это вот эти вот пиксели промежуточные, и много светло-серого, а более светлых нет. Мы можем, подвинув вот эти вот края, ну, как бы, использовать весь наш диапазон, для того, чтобы все цвета применить. Соответственно, самый темный становится черным, и самый светлый становится белым. Но это очень долго, можно нажать на фронт Шифте, он это сделает сам. После этого мы нажимаем CommonShiftS, и все хорошо. AltShiftS выбирает режим смешивания скрин из вот этого меню. Что это значит? По умолчанию у нас тут стоит режим Normal, AltShiftN, это значит, что слой показывается как есть, вот какие мы фиксы нарисованы, какие показываются. Если мы делаем скрин, то в нем происходит такой эффект, что все белое, оно остается белым, все черное становится прозрачным, а все промежуточное становится промежуточным. Соответственно, видите, все сглаженные шрифта у нас никак не пострадало. Если нам нужно было нарисовать черным, покрасным или белым, то можно было бы инвертировать картинку, нажать AltShiftM. AltShiftM это Multiply, то есть умножность. Как работает Multiply? Вот есть наш слой, черный это 0, соответственно, все, что умножишь на 0, останется нулем. Черный белый это 1, все, что умножишь на 1, будет самим собой. Соответственно, когда мы жмем AltShiftM, у нас умножается, получается отличная картинка. Бывает ситуация чуть посложнее, когда нам нужно не просто что-то черное или белое поставить, а каким-то конкретным цветом, который у нас где-то есть. Это просто такое случайное, как вырывается кримшота с сайта бюро. И вот, например, я хочу заду руку от Сенсома приложить сюда вот к менеджеру, причем, чтобы она стала именно только менеджерского зеленого цвета, а не своего бирюзового. Ну, сначала все привычные движения, которые вы уже видели, для того, чтобы она просто там пыталась прозрачнуть и всего этого, и там белый. Ну, то есть, чтобы ее не нужно нам цветовую формацию вытянуть. Теперь у нас проблема. Как сделать, чтобы она стала зеленой? У нас в ней есть информация, здесь все белое, это то, что должно стать зеленым, все черное, это то, что должно стать прозрачным, а все промежуточное, это то, что должно оказаться по середине между этими окраинностями. Значит, по определению, эта картинка является маской. Мы создаем маску, я не знаю, как это сделать, складаю тоже второй фейл, и, соответственно, в маску можно зайти, вставить сюда саму эту картинку, и теперь осталось подразить и залить ее зеленым светом, и все. Ну, соответственно, это можно еще и делать с главным объектом, но будет чуть позже. Значит, сделать нужного размера, пожать меню жировую руку. При этом, здесь видите, все пиксели прозрачные, и все хорошо. Можно даже пойти дальше, и какой-то претенент, и видеть невероятное такое. Вот, она вся серпетененная, при этом четко сглашена, все очень быстро. Вот, это такая вторая часть баланса. А, ну да, то есть, собственно, это все надо, это надо чуть-чуть быстро сделать, когда тебе нет исходников, и тебе не нужны исходники, но даже если ты, вот, то сам ты, конкретный дизайнер, с которого требуется окончательный пакет, все равно этим очень важно владеть, потому что, когда у вас большой, набороченный пакет с кучей слоев, там, как-то очень много организованный, на нем можно утонуть. То есть, когда тебе хочется просто попробовать новую гипотезу, а что если принять места, а что если там, как-то подвигать, очень хрупкие все эти слои, страшно прикасаться, особенно если там долго все располагало аккуратно, и ты ничего не делаешь. Возьми, склеивши слои в один, подвигай вот так, ну, на том, если что, смыть на пакет. Вот, ну и еще несколько примеров касаются такого продвинутого использования разных фотошоповских фич. Значит, ну, для того, чтобы это все работало, нужно хорошо понимать там маски, смарт-объекты, например, layer-comps, всякие другие фичи. Сейчас буду показывать. Вот это набор иконок для FinkStream. FinkStream это приложение для айфона, которое мы делали с Шуриком Бабаевым. Я, например, рассказывал на 434200, есть видео, это конвертор валюты, длинниц, там, всего такого. И вот мы для него сейчас сделали версию для часов, и для них нужно было нарисовать кучу иконок. То есть, ну, этот сумасшедший, там, этот набор иконок для часов, он состоит вот из аж вот такого набора. Вот. При этом это все честные иконки, то есть у них там, видите, ну, на окраинского, он четко в пиксели попадает во всех размерах, то есть это не просто масштабированные на этаже. Как их рисовать? Вот у меня есть файлы, это скриншот из каких-то эйфлских гайдлайнов, внутри которых я прямо вот рисовал, чтобы они всего не нужны были размеры. Соответственно, вот тут какая-то там, вот улучши слоё. И вот, предположим, почему-то я решил, что мне больше не нравится такой цвет, хочу поменять предиент. Вот. Ну, или там вообще убрать, чтобы банка стала красной. Вот, они все стали красными, если мы сейчас зайдём в эту пафу, то что-то сломалось, и они остаются старыми. Наверное, у меня... Да, у меня было лично важные галочки, извините. Как же так? Вот, теперь все иконки стали нужными. Ну, нужными. Ну, то есть, можно их пойти, перекрасить обратно, и все они тут же перекрасятся обратно. Вот. Как это устроено? Значит, здесь каждая иконка состоит из двух слоёв. Это, собственно, градиент и знакравенство. Знакравенство в каждый слой. Ну, пришлось нарисовать каждый слой, чтобы всё попадало в пиксели. Градиент у всех общий, то есть, это смарт-объект. То есть, один раз нарисовали градиент, сказали ему конверт и смарт-объект по правой кнопке, и теперь это отдельная штука. Её можно зайти, он укроется в отдельном окне, его можно как угодно поменять, не знаю, там, выгрыбнуть. Когда его сохраняешь, он, соответственно, во всех своих копиях меняется. Это, ну, понятная штука. А как получилось, что он теперь во всех этих файлах тоже поменялся? Очень просто. Если вы посмотрите, здесь слои, соответствующие, точнее, группы слоев называются, теми именами файлов, которые я хочу в X-движимое сохранять. Видите, там, оконс 96.px.png. Если у вас слои называются именами файлов, то при этом расширение файлов подсказывает Photoshop еще в какой формат сохранить. Можно в X-движимое написать, сейчас у нас куча всяких предмогласов. Но после этого, если вы ставите галочку File, Generate Image Assets, то он просто все слои, которые название похоже на имена файлов, будет в этих файлах сохранять всякий раз. Соответственно, фабрика для генерации иконок готова. Еще один момент в том, что иконки круглые на часах, но при этом Apple иконки все нужно отдавать квадратными. То же самое с iPhone, кстати. То есть, операционная система сама скупляет углы, превращает в круг, а ты должен отдавать в квадрат. Но смотреть-то на квадрат неудобно, ты хочешь его кружком представлять. Поэтому здесь уже сам вот этот слой, в котором пишет иконка, он завернут в группу, у которой сверху маска лежит, которая из него вот так вот вырезает кружок. Видите тут векторная маска? Вот, нам может признать себе очень ничем. Ну и, собственно, все. То есть, ты видишь то, что ты хочешь видеть, а ты получаешь то, что они хотят получать, и все счастливы. Так, теперь пример того, как пользоваться спрайтами. Это такая не суперчасто нужная вещь, но иногда бывает удобно. Я вот когда сделал набор иконок для лайков, моей кнопки для соцсовшайпинга, тут вот видите всякий Twitter, Facebook и все дела. И на самом деле есть такой вот у меня смарт-адъект, в котором лежат все эти фонки, просто чтобы это в один файл сохранить. Ну и как бы сервером грузилось там не 100 файлов, а один. Вот, они все нарисованы на одном месте, там такой серпкий 16 на 16 пикселей. Вот, при этом тут, видите, они раскиданы по разным кнопочкам. Как это сделано? Очень просто. То есть тут вот стоит, на самом деле, эта штука целиком, но с помощью маски, которая выглядит вот так, из нее выпущены многие кусочки. Соответственно, вот Facebook, это из него выпущена, то есть он вот такой, из него выпущена нужная штука. Ну, может быть, иногда удобно сделать так. То есть если у вас есть какой-то внешний документ, в котором просто простыня там уклона, каких-то там, не знаю, фотографий, еще чего-то, что используется много где, можно это все равно не сохранить, ну, применять, потом вырезаем нужные куски. Так, теперь, пример совсем такого адского документа. Значит, это макет взрослый под iPhone. Взрослый, это правило из поиска, вот, программа для iPhone. Что тут есть? Тут, почему мне это интересно, я же тебе может быть больше. Так, короче, вот тут есть слои, их, как вы видите, немало. И вот часто такая ситуация, вводит людей в ступор, особенно, когда ты кому-то отдаешь, вот это в одном документе все возможные экраны нарисованы. И если это отдать, например, разработчику, то вот как он должен догадаться, как сейчас включить экран, вот как выключить, если я нажму, там, пальцем на какую-то ссылку, ну, там, вот из этого списка, какой глазик подключить, никто не знает. На самом деле, он такой. Или, например, если я это делал по скролюте вниз, то будет вот так. А если зайти в поиск, то будет вот так. Если мы печатаем, то будет вот так. Я несколько раз нажал в эфире на заре. Вот. Какие там глазик включить, я на самом деле не имею, мне это не очень даже интересно сейчас. Что тут происходит? Значит, есть такая вещь, которая называется Layer Compas. Это штука, которую многие люди про не слышали, но не вникли, и им кажется, что это что-то очень сложное. Ну, как со всем остальным, тут нужно два дня себя заставить, преодолеть Photoshop, а после этого будет непонятно, как вообще-то без этого жить. Layer Compas — это сохраненное состояние палитр слоев. У вас в слоях, в глазике есть какие-то эффекты слоев, ну, там, слои как-то двигаются, и вы можете конкретное сочетание глазиков, положений и эффектов поименовать как-то и сохранить вот в Layer Compas, ну, то есть, как-то некую композицию. Соответственно, вот у меня есть, там, как выглядят фонки, но она, в целом, не такая, какая-то преминая фонка, как выглядит, там, домашний экран, как выглядит поиск. Это все просто сохраненное состояние слоев. Проблема в том, что в панели Layer Compas нет никаких лавиатурных сочетаний и ополчания, и из-за этого это просто невыносимо, то есть, она, например, занимает круче место, все эти кнопки, и невозможно тыкать, тут иконки непонятны, что это значит, и это ужасно. Поэтому, что для того, чтобы ты пользовался, можно назначить себе комбинации клавиш. У меня вот F11, это включить следующий Layer Comp, Shift F11, это предыдущий, а Alt F11, это сохранить то, что сейчас на экране, в текущий Layer Comp. Соответственно, ее чаще всего даже не видеть, ты перед собой не надо. Ты хочешь, что-нибудь на этом экране поменять, взял там, ну, что-то поменял, и просто Alt F11 нажал, все, теперь у тебя этот экран сохранен. В результате у тебя в одном макете все это дело есть. Вы успеваете чем-то принимать, или это вообще все несполезно? Да, ну, супер. Вот, ну, короче, если вы не успеваете даже, то просто какие-то ключевые слова записывайте, и потом не хотите читать, как используется зеленый фонус. Вот, значит, ну, это вот так. Теперь, еще такой вот документик. Например, это, короче, помбо, как использовать смарт-объекты, вы помпсы, лап в одном. Например, вы нарисовали такой красивенький макетик, не знаю, преперзентация клиента у вашего интерфейса, или там, вы нарисовали промо-страницу вашего приложения, и у вас там айфончики великые, со скриншотами. Вот эти скриншоты все, это, естественно, залинкованные документы, которые мы так что смотрели. если я любой из них только укликнул, то у меня откроется тот файл, который мы смотрели. Соответственно, я, пожалуй, в 11, я только скачу вот эту штуку, перекрасить там, вот зелененький. Окей. Перекрасил, соответственно, она у меня тут тоже перекрасилась. Или, например, я в каком-то прямом состоянии, не знаю, в поиске, решил, что я не те, кто был вставить зелененький. Ладно. Вот он тоже стал зелененький. То есть, очень удобно, так вот эти документы вкладывать друг друга. Если, ну, у вас же может одно и то же использоваться куча мест, и пусть оно все само обновляется. То есть, не нужно на это время пройти. При этом, ну, тут можно сделать арту, естественно, там все вернется на свои места. В чем тут еще хитрость? Смарт-объект вроде как это такая штука, которая просто одинаковая копия одного и того же. Как же тогда... Ой, почему у меня тут зеленый остался? Вот видите, как второй раз выходит на фейл. Да, потому что я не могу сделать. Вот я билеткой взял цвет отсюда, я пускайсом закрасил сюда. Я даже в сторону слоев не стоял. Что я могу сказать? А, как же так, что это один и тот же смарт-объект, ведь он реально один и тот же называется, карта 33 врус. А при этом показывают разное. Очень просто. Есть такая танель property, с которой мы даже не будем выключены. И если вы выбрали какой-то смарт-объект, у него здесь такая обладайка, какой именно лейер-ком из него показывать. Соответственно, вы можете вот этому вместе показывать состояние айк, вот это вместе показывать состояние холл, то есть состояние холл, тач, ну как вы там назовете, не важно. Вот. Ну и все. Соответственно, у вас один смарт-объект в разных местах и постаточек выступает. Так, ну и напоследок, надо же, я даже что-то успеваю. Напоследок, фабрика скриншотов для экстрема. Вообще, все конкретные фичи, которые я использую, я уже показал, просто как их еще можно применять. Хорошие сайты для рисуек, эти иконки, он их всегда примеряет к реальности. То есть, рисовать в вакууме нет смысла. То же самое с скриншотами. То есть, интересно, как они будут в iTunes Store смотреться, как они будут на телефоне смотреться, если вы в Web Store сошли. Но это вообще для всего. Да, если вы баня рисуете, вы на сайте рисовали, на экране, на зрачном фоне. И вот, значит, есть такая штука, это, видите, превьюер-скриншот. Ну, то есть, я просто быстро скомпоновал из скриншота какого-то стоящего приложения, как выбрать скриншотов с треном. Тут еще очень важно с конкурентом правильный фонт поставить. что тут происходит? То есть, мы тут решили вместо скриншота еще использовать для небольшого текста, ну, описывающего приложения. То есть, на самом деле, у нас просто там нижняя часть экрана всегда занимает клавиатура, нет смысла ее целиком показывать, может там что-нибудь написать. Естественно, если я зайду внутрь вот этой картинки, у меня открывается отдельный макет и живет скриншот. А поскольку это не такая есть скриншот, там внутри не может быть еще, собственный скриншот, можно зайти внутрь него и там уже живет настоящая картинка, которую сюда можно вставить. А вот эта штука, она состоит из кучи лейер-комсов, тут все пять скриншотов по-русски, все пять скриншотов по-английски, ну, это просто какой-то успоревший, они тут живут, и я их, естественно, спокойно могу переключить, там, что угодно с ними сделать. И, ну, что-то я уже закрыл, но если бы я там сохранил, тут оно бы тоже выгонилось. То есть я могу очень быстро использовать один момент, посмотреть, как он будет выглядеть на телефоне, там, вальтинусе и где угодно еще. Еще один момент, я сейчас не знаю, мне это где как. Конечно. А, ну да, вот, например, видите, вот скриншот, из-за времени 9.41, как положено, ну, на вайфомовском приложении оно в экономическом скриншоте должно быть ввели 9.41. батарейка заляжена, там, у нее написано какое-нибудь дебильное название оператора с главными буквами, а на самом деле скриншот видит вот так, видите там, вот, ну, то есть как-то скриншотили, так и есть. Очень тоже важно построить фабрику так, чтобы тебе не шкатилось, скажешь, что я хочу сделать рактивную работу, здесь, чуть позже, запомню. Вот, то есть ты сюда вставляешь скриншот, который есть, пофиг, что в нем говно, а оно само становится правильным, в данном случае, точно тут, просто лежит поверх слой, вот такой, еще тут лежит плавиатура, вот такая, если ты видишь русские скриншоты, там, к ним автоматически окажется русская плавиатура, делать это руками невозможно, потому что каждый раз после того, как из тех скриншоты, вдруг досада обнаруживает, что ты случайно, у тебя была близкая плавиатура на русском скриншоте, надо ее переснимать, а тут пофиг, у тебя там эмоции какие-нибудь дебильные стоят, а у тебя для сторона все равно легкий скриншот получился. Ну и там, ну и соответственно, тут, да, пока я не знаю, как антизируешь, чтобы из четырех, например, айфона все в одном месте родилось, поэтому, к сожалению, это четыре разных пакета. Вот, стройка такого документа, в котором там все логично организовано, лейер-бомбы, всякие, автомат-кодивные, всякие дела, это работа, то есть, ну, в нее уходит сколько времени, поэтому, вы чуть, ну, не увлекайтесь, если вы не видите, ради чего, то есть, вот тут что-то, ну, ради результата, чтобы быстро иконки получались, чтобы быстро стримшотоплощать, потому что это рутина, нужно каждый раз делать, и лучше один раз потратить, там, полчаса, чтобы построить документ, который дальше будет юридизировать, чем каждый раз делать руками. Но если вы чувствуете, что вы увлеклись там смарт-объектами, правильным поименованием слоев, еще какой-нибудь такой киньоне, а пользу это не приносит, то лучше остановиться. То есть, вот, то, что я в второй части показывал, это намного чаще, но это такая повседневная работа, быстро, быстро, как-то из каких-то обрезков что-то составит. То есть, если чувствуете, что на поддержку документов будет больше сил, чем, ну, это приносит результат, сразу это ухажает. Вот, это все, что я хотел показать, и у нас даже действительно осталось еще несколько минут на вопросы. Спасибо. То есть, проблема, как Андрей, в чем? То есть, если вы сделали копию композиции слоев, и потом что-то не стали менять, то на самом деле вы меняете в тех же самых слоях, которые были. И это может быть проблемой. То есть, я, например, сейчас сделал копию, да, и взял и текст, ну, там, что-то я не попал, взял и текст, потому что хочу, что-то так, и сохранил. А теперь предыдущий переключил, а там тот же текст, потому что тот же самый использует с темным текстом. Ну, и что-то еще можно так испортить, там, Дригорь, что он размер чего-то поменял, да, он во всех поменялся, чтобы тот же самый. Ну, нету, я не знаю, какого способа это обойти, но ты просто привыкаешь, и так нельзя. Здесь тебе нужен другой текст, мы тебе там сделать, но ты все-таки слой. Отлично, сперва отмеченный вопрос, ты в самом начале сделал сприншот, и сразу на тебя открылся, потому что, как разъезжал, как ты это делал? Ну, там сразу, я сначала сделал, там нажал, там актерен, там нажал актерен, не читая, что он там, быстро все делал? А? Просто ты быстро, в общем, все делаешь? Быстро, да, нет, ой, я точно нажал, у меня наружу стол. Да, быстро, я сегодня выяснил. Столкнуться с такой проблемой, делаешь новый слой, и он во всех клаверкомпсах появляется. Как с этим упором? Да, он не попал, я его сохранил, то есть, вот он мне вот в этой, если клаверкомпе нужен, то я его просто здесь сохраняю, а, стоп, он там еще внутри какой-то группы, которая здесь нет, Так, я его здесь, я тут сохранил, так, я, наверное, я не понял, что еще сделал, короче, у меня был выключен слой, глазик, у него нету, в фотошопе, стандартной глинации клавиш, чтобы включить глазику, текущего слой, у меня это alt.com.on, почему-то я так себе сделал, вот я его включил, после этого нажал alt.f11, чтобы это сохранить, вот видите, в layer.com с home touch, все, теперь он присохранен, то есть, и в другие пошел, ну, как бы в этом у меня там, но он никуда в другие не встанет, залез, не знаю, есть другая противная проблема, что если вы удаляете какой-нибудь слой, который в текущем layer.com все есть, вот я сейчас громко, видите, там у меня тут загорается специальный знак, типа фотошоп недоволен, чего-то не хватает, в этом условии, надо просто забить, вот, у нас специальный знак у тебя, и твои проблемы, мне в кофиг, чем ты там недоволен, видите, у меня там какие-то специальные знаки, и все, нужно просто перебороть свою жизнь, а, ну, макросы, видимо, имеется в виду action, да, есть еще такая компания actions, про которую можно еще один долго рассказывать, это позволяет все, что угодно автоматизировать, ведь есть action, который называется, копирает фото 920, у меня сейчас на сайте фото 920, что именно на этом сде, и эта штука, она проставляет подпись на фото, причем она очень умная, если фотка вертикальнее, нафизонтальнее, и кофе, она все равно в нужное место оставляет, и когда у вас есть такой макрос, вы можете сказать, файл, automate, бенч, выбор тут папку, в которой лежат все фотографии из поездки, и сказать, что к ним нужно применить вот это, нажать ok, и он всем расставит копирайт, и сохранит, он все сам, все сам, молодец, ты бы дешево, переключай, не включил, пришел, у тебя затон, все. Мы таким образом сделали коровки, да, интернета нет, ну, короче, я думаю, никогда в жизнь не зайду, интернета нет, а, показать мне сейчас нет, но, короче, у нас был сайт, компания, которая производит картриджи, для принтеров, и там коробки, и нужно было сделать 300 коробок, или что-то типа того, ну, от этих картриджей, у нас были развертки, потому что мы делали дизайн, собственно, коробок, и нужно было здесь сделать фотографии, как фотографии сделать, ну, ты сначала рисуешь абстрактную коробку, у которой грани нет, а деньги падают, потом у тебя нужные грани, это смарт-объекты, которые берут маской нужный кусок из развертки в нужное место вставляют, это ужасно, геморрой сделать это один раз, еще более ужасно, геморрой превратит это все в экшен, но зато потом, когда ты тогда даешь 300 разверток, и они через несколько минут превращаются в 300 фотографий из коробок, это чудо, но и это работает. Я, наверное, не отвечал, что сегодня вопрос. Короче, возможность назначить окей на переключалку того, что фотошоп по правому футболу уделяет слой или папку, и это как бы мучительно, когда все террасы. А, нет, понял, потому что, да, почему-то мне, ну, более, то есть, вторая, то есть, вот, вот, да, ну, 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 да, так называются, и фиг назначишь, как бы. У меня нет ответа, к сожалению, ну, ну, то есть, просто мне почему-то ответить надо, я не представляю вообще никакой ситуации в жизни, для чего-то у меня могла нагло выделять продукцию, просто не придумала, как этим пользоваться. Все. Там все-таки что-то тянуло, где уже все понятно? Ну, это все. Все, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!